Добрый день, ребята и родители! Посмотрите, у нас следующее. Какая интересная сказка. И здесь у нас нарисован медведь, зайчик, красивая поляна, там горы. И вот здесь очень трудолюбивые пчёлки. Смотрите, как их много. И они, эти все пчёлки, несут нектар, чтобы потом получился мёд. И что же у нас приключилось? Это называется заяц-ослик-медвежонок и чудесные облака у зайца с медвежонком. Сегодня с самого утра было очень много забот. Во-первых, навестить лесных пчёл. Во-вторых, нарвать заячьи капусты. В-третьих, искупаться в реке. В-четвёртых, поваляться на травке. А в-пятых, медвежонку поесть мёд. А зайцу-заячью капусту. А потом, сидя на пеньке, говорить о минувшем дне. И поэтому они проснулись, рано-рано умылись и побежали навещать пчёл. «Эй, пчёлы!» крикнул медвежонок, когда они остановились перед деревом, на котором жили лесные пчёлы. «Не дадите ли вы мне немножко мёду?» «Как же!» сказала главная пчела. «Жди!» «Он и так уже целую неделю ждёт!» сказал заяц. «Я жду!» сказал медвежонок. «Вот и жди!» сказала главная пчела. И спряталась в дупле. У дерева в дупле вот здесь заяц и медвежонок потоптались, потоптались под деревом и потом побежали искать зайчью капусту. «Что-то нигде не видно твоей зайчей капусты!» сказал медвежонок. «Я сам удивляюсь!» сказал заяц. «Только вчера через неё надо было пробираться как сквозь кустарник, а сегодня ни одного листка. Бежим купаться!» сказал медвежонок. И они выбежали к реке. У самой воды сидел ослик и задумчиво смотрел на облака. «Ослик!» закричал заяц медвежонком. «Мы!» сказал ослик. И заяц с медвежонком задрали головы. Прямо над ними плыли три облака. Одно было похоже на медвежонка, одно на зайца, а третье на ослика. «Я плыву первым!» сказал медвежонок, устраиваясь на траве. «А я тебя догоняю!» сказал заяц и сел рядом. «Подождите меня!» попросил ослик. «Мы не можем!» сказал медвежонок. «Мы торопимся!» «Видишь?» «Я тебя уже догоняю!» сказал заяц. «А куда мы торопим?» «А куда вы торопитесь?» спросил ослик. «Щипать заячью капусту!» «И есть мед!» и тут на небо выплывало целое облако заячьей капусты и маленькое янтарное облачко меда. Облако медвежонок принялось есть облако мед, а облако заяц щипать облако заячьей капусты. «Остав мне немного заячьей капусты!» попросил ослик. «Я бы с удовольствием!» сказал заяц. «Но видишь, я уже все съел!» «Действительно, облако заяц съело все облако заячьей капусты и на глазах растолстело!» «Как вкусно!» шептал медвежонок, лежа на траве и глядя, как облако медвежонок потихоньку ест облако мед. «Я никогда не ел такого вкусного меда!» «И все-таки это не по правилам!» сказал ослик. «Разве я виноват, что я так медленно плыву!» «А ты торопись!» сказал медвежонок. «Может быть, я тебе еще дам лизнуть меда!» Видите, как они лежат на полянке, смотрят в небо и увидели там облака, похожие на них. Это очень забавно лежать и смотреть на облака и думать, на что же похожи облака. Вот смотрите, и закончилось. Следующее, это у нас уже будет следующая. сказка «Когда ты прячешь солнце. Мне грустно!» Это мы послушаем в следующий раз. Жду ваших комментариев. Ставьте большой палец и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!» Продолжение следует...